Аллахи лилллахи на шейнтану рожьим бисмиллахи ррахману ррахмин Ва беги нас таин альхамду лилллахи рабмил алямин ассалата ва саляму аля саляна мухаммадин и аля алина саляги и жмаин Так, сегодняшний урок о слове бисмиллах, то есть с именем Аллаха Бисмиллях – начало всего благого и доброго. И мы тоже начнем с него. Знай, о душе моя, подобно тому, как это благословенное слово является символом ислама То есть, когда слышишь бисмилля, знаешь, что это связано с исламом, значит, есть мусульмане и так далее Также оно является обращением к Аллаху беспрестанно повторяемым языком состояния всех творений То есть, все создания, они своеобразным языком говорят бисмилля Если хочешь понять, какой великой неиссякаемой силой, какой великой нескончаемой милостью является бисмилля Обратись к этому рассказу, послушай Человеку, странствующему в пустынях Кочевой Аравии, необходимо взять имя вождя какого-нибудь племени и находиться под его покровительством Чтобы защититься от злодеяний разбойников и приобрести необходимые для себя товары Иначе в одиночку он не сможет противостоять бесчестным врагам и неисполненными останутся его желания То есть, например, если взять, особенно во времена, допустим, тысячу лет назад Полторы тысячи во время пророка Алейси А.Васалам Что там, такие кочевые племена постоянно друг на друга нападают, друг друга пытаются в рабство взять, ограбить, убить и так далее и тому подобное Очень страшная ситуация, особенно путешествие там, очень опасно человек в состоянии Но, когда под покровительство какого-нибудь вождя сильного племени человек заходит Уже боятся его трогать, лишний раз не связываются Даже наоборот бывает, что те, которые хотели его ограбить, убить А он говорит имя какого-то вождя Что делает? Начинает им уважение оказывать Угощает его, дорогу ему показывает и так далее И вот однажды для подобного странствия два человека вышли в путь по пустыне Один из них был скромным, другой же самоуверенным, такой высокомерным Тот, который был скромным, принял покровительство одного из вождей А другой самоуверенный нет Принявший покровительство везде странствовал в безопасности И при встрече с разбойниками говорил Я странствую с именем такого-то вождя И они не смели починить ему вред В каждой своей жизни тоже сталкивался с такой ситуацией Что когда от имени кого-то приходишь Какой-то вопрос решается сразу быстро Если заходил он в какой-нибудь шатер То с тем именем его принимали с уважением Другой же самоуверенный, надменный За время своего странствия пережил столько лет, что описать невозможно Постоянно подвергался унижениям Беспрестанно дрожал в ожидании опасности Это был пример А сейчас мы переходим к реальности, то есть нашей жизни Итак, о моя самоуверенная душа Этот мир как та пустыня Как та пустыня в примере А ты являешься тем путешественником, тем странником Бессилие твое нищета беспредельны И противника у тебя и нужд бесчисленное множество Так пользуйся же именем вечного господина И извечного властелина этого мира Так ты избавишься от унижений перед всем миром И от трепета перед любым событием Да, это слово является такой благословенной сокровищницей Которая свяжет тебя с безграничным могуществом и милостью Всевышнего И твое беспредельное бессилие и бедность Станут наилучшими заступниками у обители милосердного всемогущего То есть, да, человек слаб Но опираясь на могущество Всевышнего Любые вещи может он совершить То есть, да, самые такие невероятные, казалось бы, цели достичь можно И что он беден Но прося помощи Всевышнего Удостаивать его милости Действующий с этим словом подобен человек Который поступил на службу То есть, например, в армию На государственную службу Он действует от имени государства Он никого не боится, говоря именем закона, именем государства Выполняет любую работу Выдерживает любое испытание В зависимости от степени упования на Всевышнего И соблюдения его прописаний Человек может осуществить удивительные дела Пророк Мухаммад, один человек был Но от того, что он уповал на Всевышнего Опирался на него, доверился ему Выполняет его предписание Один человек, что? Уже полторы тысячи лет И пол земли, пятая часть человечества Такой свет, который он принес, весь несет дальше И будет до самой Вечности нести В начале было сказано Все создания языком своего состояния Говорят бисьмеля Так ли это? Интересный вопрос Кто-нибудь из нас слышал Как, например, растение говорит бисьмеля Или корову Или какое-то там создание Как же они говорят? Ну, они говорят на самом деле бисьмеля Ну, как же они говорят? Да, если ты видишь Здесь пример опять ждет Да, если ты видишь Что пришел один человек Насильно согнал население всего города В одно место И принудительно заставил их работать Ты без сомнения знаешь Этот человек не действует Своей силой от своего имени Безусловно, он является служащим государством Он действует от имени государства Опирается на могущество правителя То есть, увидев Человек постучался, допустим, кого-то в дом Ему открыли документы Ему показывают Ну, понятно, что он своей силой не пришел Никто не откроет даже дверь ему Или там остановил машину Досмотр делает Документы проверяет Понятно, что он своей силой Не остановил бы никогда Никто бы его даже не остановил Никто не столкнув документы показывать Что от того, что опирается на могущество правителя А тем более, если такие огромные дела делают Ну, понятно, что не своей силой делают Это был пример А сейчас мы смотрим на реальность Таким же образом Все вокруг действует имени Всевышнего С именем Всевышнего Бесьмеля говорит действовать Что мельчающие, как крупенькие семена Во имя Аллаха несут в себе огромные деревья Поднимают грузы размером с гору То есть, сами по себе Это маленькое семечко Огромную такую фабрику Например, дерево сотворить не сможет Стало быть, каждое дерево, говорит, бесьмельно И плодами из сокровищной смелости Наполняя свои руки и ветви Предлагает их нам Взять, например, плод граната Каждая гранатинка на своих местах Упорядочно сложена внутри этого плода Прекрасная такая оболочка у него есть Которая не дает ему портиться И каждая гранатинка похожа на драгоценный камень Граненый такой И внутри еще, как флешкарта, полная программа Живая еще, причем программа Этого дерева То есть, человек Со всеми своими науками Такую живую гранату Это плод граната не сможет сделать А откуда эта деревяшка может его сделать? То есть, своими силами Просто Всевышний Как, например, некоторые На елку вешают там Какие-то конфеты На Новый год Ну, кто в Новый год справляет, конечно И что? Точно так же Всевышний что? Повесил Эти плоды на эти деревья И они, что эти деревья Предлагают им нам Каждый сад и огород Говорит Бесмилля Они своеобразные котлы Из кухни могущества В которых одновременно готовится Множество разнообразных вкусных блюд Такие благословенные животные Как коровы, верблюдицы, овца, коза Тоже говорят Бесмилля Они являются молочным источником Истекающим от изобилия Божьей милости От имени истинного кормильца Преподносят нам Самый нежный, самый чистый продукт Подобный живой воде То есть корова Самую простую Траву кушает Такое чистое молоко Мягкие, как шелк Корни и побеги всех растений Деревьев говорят Бесмилля Они пробиваются сквозь твердую землю и камни Они говорят во имя Аллаха Во имя Милосердного И все становится подвластным Подобно тому, как Подобно росту веток И созреванию на них плодов в воздухе То есть как они распространяются Над землей Такое же совершенно свободное Без всяких затруднений Распространение корней Внутри твердой земли между камней И их подношение под землей Интересно, да? То есть насколько Глубоко проникают эти корни Как будто воздух до них Земля становится И еще палды там дают Морковку, картошку Удивительным образом И то, что нежные зеленые листья Сохраняют себе влагу при сильной жаре Все заставляет замолчать натуралиста Который не видит истины И приписывает это все законом природы Колет его в глаза и говорит И прочность, и температура В которых ты больше всего уверен Тоже действует по поведению свящего Да, есть эти законы всевышнего Прочность, качество из создания Температура и так далее Но они сами по себе не действуют Нет у них таких способностей Чтобы сотворять живые создания Они что делают? Используются всевышнему В его делах Тоже действует по поведению свящего Что эти мягкие, как шелк, корни Наподобие посоха Муса Алейхиссалям Моисея Повинуясь божественным повелением Факульнадрибби асайкалим Хаджар Ударив своим посохом в скалу Растекает камни То есть подобно тому, как Муса Моисей Алейхиссалям Ударил посохом в скалу И оттуда вытекли 12 источников Точно так же, подобно этому Эти тонкие корни Что рассекают камни И проникают к воде И тонкие и нежные Как папиросная бумага листья Подобно телу Ибрахима Алейхиссалям Против плащего жарного огня Читают аят Я на руку не горда вассалям О, огонь, будь прохладой и миром То есть подобно тому, как Ибрахим Алейхиссалям Попал в огонь И Всевышний приказал этому огню О, огонь, будь прохладой и миром И миром для Ибрахима Алейхиссалям И его огонь не сжег И даже его одежду тоже не сжег Точно так же Своеобразными языками Эти тонкие листья Престильные жарят Читают эту молитву И не сгорают Поскольку все создания Языком состояния Говорят бисьмеля То есть Почему, например, эта же корова Она показывает своим состоянием Что она сама по себе Не смогла бы это молоко давать Она является лишь неким Приносящим Либо Это дерево, которое приносит плоды Со своим состоянием говорит Что оно само не смогло бы Сотворить этот плод И приносить нам Она как бы некий поднос Который протягивает На который поставлено это Они говорят своим состоянием Бисьмеля То есть Во имя Аллаха С именем Аллаха Они говорят Это они сами не делают Языком состоянии Они говорят Бисьмеля С именем Аллаха И от имени Аллаха Преподносят нам его дары Мы тоже должны говорить Бисьмеля Должны давать От имени Аллаха Должны брать Во имя Аллаха Но не должны брать У людей, забывших Творца Не дающих от его имени Неискренний человек, если что-то дает, делает, не ради Аллаха, значит, он делает, не стоит у него врать, обязательно будет потом упрекать, хотя, может, это его, там, подарок или помощь не нужно было вообще, просто от уважения принял, но если он не ради Аллаха, не ради Всевышнего это делает, обязательно упрекать будет. Вот. Вопрос. С людьми, выступающими в роли продавцов, мы чем-нибудь расплачиваемся. А какую же плату требует Аллах, истинный хозяин Всевышнего? Например, пошли на базар, купили там яблоко, или банан, или апельсин, или что-то купили. Но это же не плата за это яблоко. Это плата за работу того, кто его сорвал, принес там, и так далее, какую-то работу сделал свою. Потому что для создания одного яблока вся Вселенная нужна. Солнце нужно, атмосфера нужна, почва нужна, и так далее, и так далее, и так далее, все нужно. Поэтому настоящая плата не является там, там, 5-10 рублей, там, копейки, или что там, ты тоже даешь. Мы платим. А какую же плату Всевышний от нас требует за эти дары? Такие цены тары, как жизнь, разум, еще там, и так далее, и так далее. Множество даров. За каждые, да, эти же плоды. Какую требует Аллах от нас плату? Ничего, как все говорят, ничего бесплатного не бывает. А Всевышний, что от нас требует? Ответ. Платой, которую требует от нас истинный благодетель за эти ценные блага и богатства, являются три вещи. Одна из них – зикирь, упоминание Аллаха. Другая – шукурь, благодарение, благодарность Творцу. Третий – фикирь, осмысление. В начале – бисмиллях, это зикирь. То есть, в начале, если бисмиллях говоришь, в начале еды, допустим, что-то кушаешь или берешь, это зикирь, упоминание. В конце – аль-хамду-лях, хвалаллах, это шукурь, благодарность. А самым лучшим видом благодарности, конечно же, является намаз. А в середине – осмысление и осознание того, что эти блага – это удивительное чудотворение. Это бесценные дары могущества и милости единого и самодостаточного Творца, который является ахад и самад. Это фикир размышления, очень важный момент. То есть, не я там заработал себе, и не там дерево мне дало плод, и не земля там дает там картошку или там что-то, а что Всевышний Аллах это все дает. Это думать, понимать – это очень важный момент. Будет глупо, если ты, поцеловав ногу бедного человека, доставившего тебе от одного правителя дорогой подарок, не признаешь самого хозяина подарка, то есть правителя, если бы какой-то доставщик принес, от кого-то тебе подарок. И всю благодарность ему смысла нет. Он угрожает. И будет еще в тысячи раз большей глупости, не любя внешнего благодетели, забудешь об истинном благодетели, об истинном Творце. О душа, о нафс! Чтобы не быть таким же глупцом, то давай во имя Аллаха, бери во имя Аллаха, начинай во имя Аллаха, трудись во имя Аллаха. Вот и все. Субхану калалалмиранал, илля ма аламтана, инна кантанима хаким, ваалхамду лиллахи рабби лааламин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова